Здравствуйте! Вы позвонили в единый диспетчерский центр ЖКХ. В целях контроля качества все разговоры записываются. В случае аварийной ситуации нажмите 1. Если вы хотите узнать график планового отключения горячей воды в летний период, нажмите 2. В остальных случаях оставайтесь, пожалуйста, на линии. Для повтора информации нажмите решетку. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Мы хотели сегодня поменять счетчик неисправный. Оказалось, что он не до конца закрывается, там сочится вода. То есть он полностью не перекрывает воду. Это первый кран, повторюсь, от стояка. Вот не подскажете, как можно вызвать мастера, который бы перекрыл воду в стояке, поменял, скорее всего, бесплатно нам этот кран. Как это можно через вас заказать? Могу адрес сказать. Назовите, пожалуйста, ваш адрес. Москва, Северный округ, Левобережный район, Смольная улица, дом 51, корпус 2, квартира 242. Смольная улица, дом 51, корпус 2, квартира 242. Вам требуется замена крана на стояке, верно? Да, на стояке, да. Первый кран с ответвлением от стояка, да. Горячая? Пожалуйста, я уточню информацию по вашему вопросу. Да, хорошо, спасибо. Спасибо за ожидание. Василий, работы по вашей заявке могут быть платными. В зависимости от причины возникновения проблемы или конкретной ситуации. Мастера при летном месте выполняется ли данный вид работы в счет коммунальных платежей? Ну, скорее всего, выполняется, да, в счет коммунальных платежей. Вызывая мастера, да. Уточните, пожалуйста, вы приобрели новый кран для замены? А он же, нет, не приобретал, потому что это первый, я же два раза вам сказал, что это первый кран, который идет от стояка, поэтому он за счет коммунальной организации. Уточните, пожалуйста, стояк горячего или же холодного водоснабжения? Горячий, горячий. Требуется заменить кран? На холодном или горячем водоснабжении? На горячем водоснабжении, третий раз говорю. Прошу прощения. Минуту, пожалуйста, я зафиксирую информацию. Спасибо. Спасибо. Подождание, назовите, пожалуйста, подъезд и этаж. Четвертый подъезд, тринадцатый этаж. Четвертый подъезд, тринадцатый этаж. Назовите код домофона или другой способ, как попасть в подъезд. Двести сорок два. Код домофона. Номер квартиры. Двести сорок два, да. Ваш контактный номер телефона четыреста девяносто девять. Семьсот шестьдесят семь тридцать семь ноль пять. Верно? Верно. Василий, в связи с тем, что исполнение вашей заявки предусматривает непосредственный контакт с исполнителем, прошу вас ответить на несколько вопросов. Коронавирусом не болеем. К квартире. Персональные данные соглашаемся передать. Если у вас для проживающих в вашей квартире признаки простуды, температура, насморкаши... Нет. Спасибо. Василий, ваша заявка принята оператором Кимченко в десять сорок восемь. Номер вашей заявки в триста двадцать пять девяносто восемь двадцать шесть. Спасибо. Спасибо вам за обращение. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...